Всем привет из Братиславы! В этом ролике хочу поговорить о том, где лучше в этом городе остановиться, особенно если приезжать сюда в качестве туриста или на какие-то краткосрочные поездки. И я сейчас нахожусь вот в самом таком старом-старом городе в древней самой части, недалеко от Братиславского града или местного замка. И здесь конечно все выглядит очень так вот колоритно, красиво. Вот один из районов, где тоже можно найти жилье. Тут хватает и разных апартаментов, некоторые небольшие отельчики такие тоже есть. В принципе и по бюджетнее можно недалеко тут тоже хостелы найти. И я как-то останавливался примерно в этом районе, но наверное я бы не сильно все же его рекомендовал. Ну разве что если вы очень любите ходить вверх-вниз, потому что здесь хватает вот как и лестниц подобных той, на которой я сижу. И просто от этих резких подъемов, спусков. Отличный район, в который явно стоит прийти, явно стоит здесь все увидеть. Но я наверное выберу просто прийти и увидеть, но не останавливаться здесь. Потому что все же есть и более ровная часть города, которая при этом тоже красивая. Да не, чуть-чуть дальше все же поговорим чуть попозже. Вот. А здесь, ну не знаю, больше мне кажется для экскурсий. Но с другой стороны тоже много классных мест и заведений тоже хватает. И есть, конечно, определенный бонус, что тут много и видовых мест с видом на Дунай, на другие районы города. Поэтому может, опять же, если вас не смущает сравнительно незначительная и транспортная доступность этого места, и также перепады высот, то тогда почему бы и не здесь остановиться. А если же мы спустимся от замка вниз к рыночной площади, к главной сейчас площади Братиславы, то здесь располагается очень приятный район для жизни. Потому что это такое довольно плоское место в Братиславе. И тут как раз-таки основная такая жизнь туристическая кипит. Здесь очень много самых разных заведений, при этом и музеи разные тоже есть. Наверное, единственный минус в том, что и несколько переполнена туристами эта часть города. Хотя Братислава не супер туристический город, поэтому все же здесь еще в этом плане адекватно. Это не такие толпы туристов, как бывает в некоторых других сильно туристических городах. Поэтому даже в центре достаточно адекватно можно остановиться. Ну или если там совсем не хочется видеть большое количество туристов, то там чуть-чуть вбок от главной площади, там буквально от одной улицы, по которой в основном все ходят, и будет отличный вариант. Причем я бы еще добавил к такому совсем историческому району, еще и некоторую часть чуть ближе к набережной. Там в принципе тоже и некоторые отели расположены, и достаточно хорошие места. Да, в целом, наверное, здесь чуть-чуть подороже стоимость. Но опять же, есть и хостелы, и бюджетные варианты. Поэтому в большинстве случаев, мне кажется, это самое лучшее, что может быть в Братиславе для туристов, ну именно по размещению. Кстати, очень большая часть центра в Братиславе, она пешеходная, то есть совсем близко подъехать к отелю не всегда получится. Но город, ну вот именно центр города, он действительно маленький, поэтому тут с этим никаких проблем быть не должно. Музыка Еще одно место в центре Братиславы, в котором можно тоже остановиться, особенно в формате туристическом, это недалеко от улицы Обходно. Наверное, так ударение падает. Это вот улица, которая там за мной находится, и по ней как раз идет трамвай. Даже если посмотреть на карту, то мы увидим, что на карте это обозначено как историческая часть, и там действительно есть много таких древних довольно зданий, причем застройка она такая миниэтажная, очень много двухэтажных, там трехэтажных зданий, таких невысоких, но при этом, ну, говоришь не только про эту улицу, но и про то, что рядом с ней. И с самой этой улицы в разные стороны так дворы довольно продолговатые выходят, это такая действительно довольно древняя застройка. Ну, еще тут параллельно тоже есть пару таких закутков, и там есть хорошие квартиры, в основном квартиры, хотя вот, по-моему, рядом со мной тоже довольно большой отель, еще тут есть несколько отелей, и можно найти хорошую недвижимость, да, хорошее место для того, чтобы его арендовать, и это очень недалеко от такого исторического центра, ну, совсем близко, точнее, пешком пройтись не составит большого труда. Да, но есть один небольшой минус, хотя, с одной стороны, людей тут поменьше, и особенно туристов поменьше, здесь больше людей, которые так вот проходят сквозь этот район, там, на работу, с работы, но тут, вот особенно вот эта аллея, где сижу, да, и, в принципе, эта улица обходна, ну, тут не так чисто, как в некоторых других центральных районах, при том, что, ну, я даже сижу сейчас только что, прошли, там, почистили эту улицу, убрали ее, но как-то все равно не сказать, что прям суперчисто стало, поэтому, если хочется более вылезанной части города, то лучше вот такие более центральные те районы выбирать, ну, какие-то другие районы в центре, но, с другой стороны, здесь поспокойнее. И на этой улице, и тут рядом тоже есть много разных магазинчиков, разных ресторанов, пабов, то есть хорошие места, где перекусить, поэтому, если, опять же, то, чтобы именно сама улица выглядела, ну, прямо блестела, это не так критично, то можно здесь как раз что-то найти, тем более, что по цене здесь зачастую немножко дешевле есть предложение. Еще одна часть Братиславы, центральная часть в целом города, это та застройка, которая находится вокруг голубой церкви. В принципе, пожалуй, так ее можно назвать, потому что значительных таких достопримечательностей здесь, кроме нее, нет. Здесь есть довольно много жилья, которое сдается, в основном апартаменты, квартиры, не так много заведений, баров, ресторанов, зато близко, близко и к набережной, близко и к самому историческому центру. Но, пожалуй, это все же не любимый мой район для того, чтобы остановиться в Братиславе, потому что все равно, с одной стороны, чувствуешь себя немного на отшибе от основной жизни этого города, а с другой стороны, и дух этого города тоже не до конца здесь передается, не до конца чувствуется. Музыка Еще один очень хороший район Братиславы, который, ну вот, мне лично он очень нравится, и я бы его очень рекомендовал именно для более длительного пребывания в этом городе, допустим, если дней на 5 и больше, то тут очень хорошо, это возле набережной, я сейчас как раз и иду вдоль набережной, вдоль Дуная по набережной, и раньше здесь вот был Евровия, это торговый центр, первые там, по-моему, два этажа, и сверху апартаменты, они вот привели в порядок, вот, возле меня тоже видно, что тут и зелени много, и хорошая вот прогулочная зона, и куча кафешек, ресторанов с видом на Дунай тоже, и достроили, по-моему, Евровия-2, тоже второй торговый центр, чуть дальше, и апартаменты идут наверх, многие из них сдаются, очень хорошее жилье, новое, современное, с видом на реку, ну, наверное, не только, наверное, на другую сторону тоже есть тут апартаменты, и если жить там, ну, побольше дней уже в Братиславе, то очень классное место, потому что понятно, что если приехать там с одной ночевкой, с двумя ночевками, то все же отсюда чуть-чуть, там, пройтись до центра, ну, наверное, 15 минут пешком, да, там, в одну сторону, может, 20, и это несколькое время занимает, и силы отнимает, поэтому на один-два дня, ну, тут вопрос, да, может, не лучший вариант, а вот подольше, действительно, очень хорошо, и если раньше, вот, был только вот этот Евровия, он довольно такой невысотный, да, вариант, и апартаментов не так много здесь, но все равно варианты почти всегда можно найти, то сейчас, вот, последние годы построили много высоток за ним, чуть дальше, там тоже и ТЦ разные появились, и рестораны, бары, и это, ну, можно, не знаю, назвать так Братиславский Манхэттен, потому что там много хороших, тоже таких интересных высоток, которые действительно выглядят классно, они вот только-только достроены, а некоторые еще и не достроены, они там, ну, продолжают строиться, продолжают развиваться, и там тоже сейчас уже можно смотреть жилье, очень хорош этот район тем, что, ну, современное жилье, да, то есть, будет качественно, стильное зачастую, и варианты есть, наверное, и отели есть, но отели я так не особо еще смотрел пока что, а вот апартаменты там очень даже хороши, да, из таких некоторых минусов, наверное, этого района можно назвать то, что бюджетного жилья я здесь особо не видел, поэтому ценник тут повыше будет, но и качество хорошее, и зона для жизни, ну, очень приятная. Ну, и в целом, такие основные места, где, пожалуй, стоит остановиться туристу в Братиславе, да, есть много других районов и отелей, кстати, там тоже хватает, правда, я не уверен, насколько обоснованно будет там останавливаться, ну, вот, например, я сейчас с другой стороны Братиславы, прогуляться сюда, ну, хорошая идея, но застройка тут такая довольно стандартная, и все же и в город нужно добираться, а учитывая, что если остановиться в центре, то все в пешей доступности, то мне кажется, что нет какого-то такого большого смысла останавливаться в других районах, чем те, которые я перечислил, особенно учитывая то, что и места есть, там, и отели, и хостелы, и апартаменты, ну, в принципе, на любой ценник можно найти и подороже, и подешевле, даже если и будет несколько дешевле где-то там подальше от центра, то стоимость проезда здесь примерно такая, что экономии от этого никакой не получится, ну, разве что если есть какое-то дополнительное обоснование, там, я не знаю, там, на мероприятие или еще приехать, то тогда понятное дело, что другие районы тоже будут хороши, но вот если для обычных туристических целей, то мне кажется, центр и вот те районы, которые я перечислил, они будут лучше всего. А на этом сегодня буду заканчивать, пишите в комментариях, были ли вы вообще в Братиславе, может, собираетесь, где останавливались здесь, и обязательно подписывайтесь на канал, и увидимся в новых роликах, всем пока!